В ночь на среду российские войска атаковали Киев беспилотниками «Шахет». Я проснулась ночью от звука взрывов. Это было довольно далеко. Но как только всё стихло, я услышала характерный звук приближающегося беспилотника. Это планшет даже не работал. И потом хорошо, что я действительно не спал. Слышал сильный шум. Я как-то к стене отслонился, и в это время там падает. И там какой-то треск по всей квартире. Очень сильный треск. По официальной информации, украинской стороны налет совершили как минимум 10 дронов. Все они были сбиты ПВО. Обломки повредили нежилые помещения. В одном из районов украинской столицы фрагменты сбитого беспилотника упали на детскую площадку. Ночью и утром 2-го августа российские войска обстреляли и Херсон. Мы спали, а когда проснулись, я насчитал около шести взрывов. Но они были такой силы, что мы уже собирались куда-то бежать. И оказалось, что если бы мы бежали, то оказались бы здесь. О погибших не сообщается. Два человека получили ранения. Неспокойно этой ночью было и в Одесской области. Россия атаковала портовую промышленную инфраструктуру. Под удар попал порт Измаил на Дунае. Как отметили военные, зафиксировано попадание по элеватору и зернохранилищу. Возникли пожары. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что порту нанесен серьезный ущерб. А так на удар отреагировал президент Украины. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают наши элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить. Первые удары дронами по украинским портам на Дунае Россия нанесла 24 июля. Тогда пострадали дунайские терминалы Рени и Измаил. Ранее Россия вышла из зерновой сделки, после чего объявила блокаду Черного моря. Официальная Москва также заявила, что любое судно, идущее в направлении украинских портов, будет рассматриваться как вовлеченное в военный конфликт. Тем не менее, 30 июля к зерновому терминалу в Измаильском порту прибыли три грузовых судна, принадлежащие греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, сообщила Forbes. Все они шли с включенными транспондерами, не скрывая своего курса.